Кинокомпания Крюга ТВ представляет Остросюжетный фильм «Флагпансер 1» Ольрих, ты видишь кого-то? Да, вижу кого-то И ты, наверное, думаешь, что это враг? По-моему, всё-таки, да Долго наводишься? Давай уже, стреляй! Я пытаюсь, Ганс! Стреляй, мать вашу! Не хочу тут помереть! Да сколько можно в пустую тратить патроны? Я пытаюсь, но не попадаю! Но не могу я! Ты все лучше, идиот! Да как так, а? Всех тут расстреляю! Гады! Хулиганы! Бандиты! Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Крюга ТВ, и мы продолжаем нашу зенитную эпопею. Ведь как можно от неё отказаться? Я, честно говоря, не знаю. Меня постоянно упрекают, что я не стреляю по самолётам, находясь на зенитке, и типа как зенитки не предназначены для уничтожения танков. С одной стороны, я с вами вынужден согласиться, ибо это всё-таки не их приоритетная задача. Зайдите в игру только, вот поиграйте немного и скажите мне, что вы воюете с самолётами, а не с танками. Ну вот в танковых совместных боях. Съели, наверное, да? Ладно, я всё равно никого не убедил, и пылающие пердаки всё ещё продолжат появляться в комментариях под видео, почему я не рассматриваю зенитку в качестве уничтожения самолётов в этой эффективности. Ну и так понятно, что она их должна сбивать, и она их сбивает, блин, всё. На этом, как бы, закончено. Чем выше скорострельность и плотность огня, тем лучше. Как бы, чё тут ещё говорить? Но вот качество уничтожения танков есть не у всех зениток, и я об этом вынужден сказать и разобрать подробнее, потому что чаще всего вы встречаете именно танки. Ну и сегодня на повестке дня Флагпанцер 1 АУСВА. Мне о нём рассказывать практически нечего, поскольку гепард я уже обозревал, а это как гепард, только в чём-то лучше, в чём-то хуже. У гепарда БР 2.0, а у нас 1.3. И вы понимаете, что это должно значить. Это значит, что мы нагибаем всё, что движется, а всё, что не движется, мы находим и нагибаем. Если они не соглашаются, мы их соглашаем. В несколько раз и в разных позах. Есть только одна маленькая проблема. Собственно, Флагпанцер это тот же самый гепард по броне. Ну, грубо говоря, только у нас всё ещё хуже, поскольку открытое прям вообще всё пространство. И миллиметров самое толстое место 13, а с наклонами будет ну 16. Короче, пробивает вообще все и пулемёты винтовочного калибра самое главное. То есть вообще, вообще, вообще любой пук в вашу сторону сбривает вас из этого мира. И что касается компоновки, то два члена экипажа и в принципе тоже любая пуля может отправить вас в небытие. Или собирать в ангар какие-то свои детальки. Так что будьте ещё аккуратнее. И при этом нельзя не отметить то, что машина стала не такой быстрой. Масса всего лишь 5,5 тонн и это хорошо, вот только и двигатель 57 лошадей имеет. И если в аркаде всё окей, там почти 20 лошадок, то в РБ 10 лошадей на тонну этим не похвастаешься. Да, мы конечно не совсем слоупочные, но блин едем так себе. И при этом стоит ещё отметить то, что движение дёрганное и в движении стрелять опять-таки из-за этого, ну не особо удобно. Но зато у нас остаётся всё самое лучшее. А именно 20-ти миллиметровая пушка FLAG-38. Офигеннейшее зенитное орудие, у которого практически не существует такого понятия как перезарядка, ведь время перезарядки кассеты 1,2 секунды. И при этом мы поливаем врагов подкалиберной лентой абсолютно как нефиг делать, пробивая всех и вся на своём БР. Ибо в упор мы пробиваем 63 миллиметра, а на 500 метрах 26. Короче, блин, на этой зенитке воевать просто удовольствие. И в РБ, и в Аркаде просто везде замечательные. Только в Аркаде у нас есть ещё преимущество в том плане, если у нас убивают одного члена экипажа, мы можем как-то отстояться, да, если по нам в этот момент стрелять не будут, мы выживем. У меня такое уже было. Однако в РБ такое не работает. Там если одного члена экипажа у нас убивают, то мы умираем моментально. То есть там вообще подставляться нельзя, в Аркаде изредка, не всегда, но иногда мы ещё пережить попадание можем. Что касается углов вертикальной наводки, то просто офигенно. Минус 10 вниз, это вам не хухры-мухры, и 87 вверх. То есть вообще можете в зенит лупить и любые самолёты сбивать соответственно. Ведь скорострельность 450 выстрелов в минуту. Даже несмотря на то, что ствол один, скорострельности более чем достаточно. В общем, здесь добавить особо даже больше и нечего. Ведь мы как гепард, только на боере ниже. Пусть мы не такие быстрые, но все хорошие качества зенитки у нас до сих пор остались. И самолёт мы сбиваем хорошо. Это для тех, кто спросит, а как же она сбивает самолёты? Ты об этом ничего не сказал в видео. Нормально, она сбивает самолёты. Вообще великолепно. А вот что касается того, как она уничтожает танки, здесь просто вообще это лучшая зенитка, наверное, для уничтожения танковой бронетехники. Ведь на нашем БРе просто нету конкурентов. Ну, в общем, это просто вин сезона. Так что, если вы ещё не катались на данной тачке, то я вам советую её приобрести. Ведь это буквально первый ранг и практический резерв. Там до него докачаться. Да чё до него качаться? Это дело буквально десяти минут. А вот сколько удовольствия вы потом получите и насколько подсядете на эту тачку, это далеко не на десять минут. Так что с вами был Крюга ТВ, всем пока-пока.